здравствуйте мои дорогие любители луков сегодня наконец-то снимаю долгожданный обзор на луки компании johnson который мне любезно предоставила компания мейнхантер условия немного боевые потому что иногда ветер порывистый в лесу сейчас ветер но ничего мы справимся и так собственно о самих луках когда мне мейнхантер сказали что вот такие луки достаточно хорошие достаточно дешевая и вообще все себя такие замечательные я немного не поверил и когда они ко мне ехали обзор у меня в голове уже был немного заангажирован и явно не в их пользу ну что можно ожидать от дешевых китайских луков меня сделали да действительно от них можно ожидать много чего хорошего так что вот забегая вперед скажу что обзор будет положительный и так на обзоре две модели компании johnson это 175 и 179 начну 175 прежде всего они отличаются размером 15 дюймов и 17 дюймов соответственно у 175 прикольная пластиковая рукоять такие рукояти я уже видел но там этим занимается компания санлида по моему на спортивных дзандао такая ручка на самик привилегия очень похожая ну в общем спортсмены когда эту ручку увидят ее узнают нормальная хорошая рукоять пластик не дешманский нет от этого ощущения приятная даже какая-то текстурка неплохая ручка две дырки под прицел и мерзкая которая ненавижу пачка вот полочку это очень не люблю 179 в первую очередь отличается размером он у нас побольше благодаря 17 дюймовая рукояти внизу еще дырка добавлено в рукояти еще добавлено отверстия не знаю под кликер скорее всего в общем на них можно много чего понавешивать хотите ставьте стабилизатор тройник спортивный прицел хотите катушку для буфишинга в общем сюда можно много чего понавешивать рукоятка на 179 другой формы под больше не такой спортивный под более низкий хват и сделано из какого-то довольно приятного на ощупь резинопластика хорошо это или плохо мне пока сказать сложно все рукоятка комфортно вот в перчатках иногда сложно за нее взяться потому что она не скользит но это скажем так особенность они хорошо и неплохо она своеобразно но самое главное что рукоятки и та и другая под винт если вам ручка не нравится вы ее снимаете и дальше или обматываете рукоять чем хотите или делаете другую под заказ или в общем полный простор для творчества луки бывают разных расцветок лично мне ну очень нравится вот такой глубокий черный цвет иногда слышу что этот лук сравнивают с хоть там ну не знаю может дораду можно сравнить ну не с баффала явно но дело не в этом нет ну конечно и сравнивать нельзя конкретно вот эти модели они все-таки в разных весовых категориях но вот что-то вот отдаленно напоминающая есть лук выглядит дорого не на свои деньги и это действительно явный плюс так ну как я не помню сказал или не сказал что они бывают самых разных раскрасок вот это черный бывают камуфляжные бывают самых разных веселеньких цветов по качеству лука что я хочу показать плечи в карманах сидят намертво никакого намека на люфт никакого намека на вертолет четко прочно соосно надежно мне понравилось очень особенно буквально недавно когда разбирал жалобы по китайским лукам аналогичного направления очень многие дешевые луки в вертолете вот например замечательный лук рогим матрикс вот у него поймать вертолет вообще не проблема это не легко очень легко да если аккуратно с матриксом обращаться это замечательно неплохой для начинающих но с этим не сравнится ну к прочим дальше насчет прочности рукоятки довольно увесисты более 700 грамм похоже это все-таки литье ну литье такое приятненько я очень часто делаю такую рекомендацию когда спрашивают а какой лук брать но я говорю вот ищите чтобы были указаны плечи 50 60 фунтов тогда спокойно берите сороковку эта рукоятка выдержит не сломается не будет никаких проблем вот конкретно эти модели к этим моделям выпускаются рукоятки плечи 30 и 50 фунтов берите пятидесятку если вам нужен мощный лук смело ничего с ней не сделается я когда буду делать второй обзор а я этот обзор разобью на две части я сюда хочу завинтить ну там зависимости от того что перед 55 или 60 фунтов плеча и я у вас уверяю с этой ручкой ничего не сделается луки прочны надежно красиво а как они стреляют начну с того как они тянутся 28 29 дюймов класс вообще 28 дюймов плюс минус 2 дюйма они тянутся и стреляют хорошо подойдут и невысокому человеку и среднего роста просто отлично тянутся хорошо тянутся прогнозируемо нету вот этого эффекта резинки то есть действительно тянутся по-взрослому то есть это действительно нормальный ламинат а не то как на плечи пластика надо наклеивать было-то такое в общем классно после тридцатника начинаются вопросы потому что вот есть у меня стрела в 32 дюйма вот до конца вытягивать было бы уже был реально страшно то есть лук уже начинает упираться можно ли вытянут на 32 он не сдвалится в принципе даже можно упороться упереться и таки вытянуть но это уже скажем так не комфортно здесь мне понадобится человек повыше потягаем еще расскажу легкие стрелы тяжелые стрелы все летят одинаково классно никакого хендшока лук не брыкается не винтит не верта он действительно хорош я даже специально взял разных стрел и вот вы можете видеть взял и стан автоматч маленькое оперение подблочник брал но это неважно ну казалось бы у меня сейчас выпуск не идеален там там прочее куча проблем нормально все летит хорошо летит попадает ну больше все конечно понравилось как летит алюминий с натуральным пером вот там просто достаточно четкая траектория вообще классно для кого этот лук для всех я сам не верю что это говорю начинающим пожалуйста вот конкретно здесь 30 фунтовые плечи я уже говорил можно выбрать диапазон от 30 до 50 фунтов это перекроет практически все потребности для развлекательной стрельбы прекрасно вы хотите учиться какой-нибудь там полевой стрельбе выход выступать хантри курве и учиться и выступать прекрасно но для спорта эти луги не подходят это все таки не таргеты это филдбоу уже получил на почту два вопроса подойдет ли этот лук для охоты вы знаете очень люблю этот вопрос я уже видео сделал как выбрать лук для охоты посмотрите его там сказано все что я думаю на этот счет а на этот счет про эти луки я скажу вот что луки надежные они хорошо сделаны они быстрые они хорошо стреляют и здесь есть усилие в 50 фунтов вот думаете подходят они вам или нет вот собственно такой вот первоначальный обзор на вот этих дешевых китайцев которые меня приятно удивили были ли китайские луки которые меня удивили неприятно да были поверьте и про них обзоры еще впереди но решил я начать с хорошего с двух замечательных луков хорошей цене ну продолжение следует мы испытаем эти луки с более тяжелыми плечами я вытяну их и отстреляю с 32 дюймовым вытягом и поиздеваюсь еще более конкретно так что оставайтесь с нами с нами до новых встреч пока